Сегодня в День Победы я три вещи хорошие сделал. Поволонтерил в зоопарке, убрался в подъезде и победил проклятую самбу. Наконец-таки она три дня мне не давалась, я не мог закончить серию видео. Нашел я почему, сейчас вам буду показывать. Мы сейчас создадим уже наконец папку для общего доступа, таким образом, чтобы пользователи домена имели к ней тот уровень доступа, который мы зададим. В прошлый раз мы с вами убедились, что команда ID и имя пользователя домена нам возвращает все ID-шники, которые относятся к данному пользователю. В данном случае видите вот такие ID-шники. Бился я, бился и понял то, что из вот таких вот форматов, такого ID-шников у меня самбо не хочет конкретно указывать разрешение для пользователей на файлы, на папки, на шары. То есть все вроде бы делаю я правильно, но не работает. Значит, для того, чтобы у меня ID все-таки выдавались в том диапазоне, который хочу я, и сразу у меня очень хорошо бы нумеровалось все подряд, мне нужно дописать в конфигурации самбу строчку. это c.samba.smb.conf важный параметр. Это диапазоны ID-шников. Раньше мы с вами писали ID-map user, ID-map group. В последних версиях самбы у нас теперь новый параметр. ID-map config. Звездочка, пробел, двоеточие, пробел, range диапазон. От 10 тысяч до 20 тысяч. Вы видите, он почему-то зеленым не подчеркивает, то есть он якобы не опознает вот этот ключ, этот параметр ID-map config. Но на самом деле он все прекрасно опознает. Нажимаю Escape ZZ. Проверяю, не ошибся ли я где-нибудь в синтексисе. Отлично. Вижу то, что да, все прекрасно, ошибок нет. И вот он мне показывает мои параметры, то, что да, будет вот у меня такой range. И сам дописал настройки ID-map вот такие вот. Я это нигде не указывал в своем конфигурационном файле. Он сам догадался, дописал. Но он так часто умеет делать. Итак, мы это указали. Теперь нам нужно с вами, давайте перезапустим самбу. И перезапустим WinBind, демон WinBind, который нас отвечает за все эти привязки к Windows. И теперь проверим ID ADMIN. И вот сразу у меня сколько по нему вывалилось. Во-первых, у него теперь ID-шник вот такой. Вот он нормально теперь у меня ассоциируется. Его Windows ID-шник ассоциируется с его Linux ID-шником корректно. У него есть группа ID, у пользователя домена вот такой вот ID-шник. И вот у нас пользователь ADMIN в домене входит в огромное количество групп. Мы это можем посмотреть. И у каждой из этих групп есть свои ID-шники. Нам тоже показал эта команда ID. Мы здесь, к слову, можем еще корректно посмотреть, все ли пользователи у нас получили нужные ID-шники команды getend. Пассворт. Команда getend у нас как раз-таки смотрит на конфигурацию файла etc.ns.switch.conf. Если у нас все правильно, она здесь хорошо дает ID-шники. Вот мой пользователь root. Много-много пользователей. Среди них вот в конце у меня есть доменный пользователь, ADMIN со своими ID-шниками и buch. Buch ID-шник 1004. Групповой ID-шник 10000, потому что он так же, как и ADMIN, у меня входит в группу пользователей домен. А это их основная группа. И для того, чтобы посмотреть, что у меня корректно точно так же работают группы, а не только пользователи, используем команду getendgroup. И видно то же самое по группам. У меня огромное количество групп в Linux. И среди прочих у меня есть группы еще и мои домены. В частности, меня интересуют пользователи домены. Вот они, пользователи домены. У них групповая ID-шник 10 тысяч. Все прекрасно. Теперь мы можем с вами задавать разрешение на файлы и папки в файловой системе Linux. Перейдем в мою корневую папку Data. У меня есть папка Shared. Вот она. Мы можем посмотреть разрешение на Shared. Вот они. Разрешение 775 стоят. UID у нас владелец я. И групповая группа владельцев это группа, в которую тоже вхожу я. Мы сейчас с вами попробуем здесь указать разрешение для доменных пользователей. Для этого мы пишем, во всякий случай, я напишу superuser.do, хотя у меня и так есть права на эту папку. Полный я ее владелец. И меняем владельца. Например, мы можем сказать adadmin. Сделать владельцем его. А группу владельцев оставить меня. А можно было это не писать, но для красоты, для ровности синтаксиса. StartShared. И видим то, что получилось. Пока я не настроил в сам диапазон ID-шников, у меня вот здесь вот idadmin ни в какую не появлялся. Мне приходилось запускать команду chown с ключом "-v", то есть verbose. И она мне все время говорила то, что пользователь не изменен, пользователь оставлен как simaev и так далее. Сейчас мы видим то, что у меня доменный администратор, adadmin мой, стал владельцем. Можем мы поменять группу владельцев, например. Мы можем указать тот же самый chown, но здесь указать группу. Группу в кавычках двойных. Группа у меня русская, потому что домен русский. Пользователи домена. Надо было опять с ключом verbose, чтобы было понятно, что происходит. И вот вижу то, что у меня вместо группы simaev теперь группа владельцев пользовательных доменов. Таким образом я сейчас поменял владельца и группу владельцев. И могу, например, сразу давайте указать права на эту папку другие. Например, do change mode. Конечно. Do change mode. 750 я хочу указать на папку share. Проверяем на всякий случай. Видим, 750. То есть у меня полные права на эту папку у владельца, то есть у adadmin. А чтение и выполнение права у пользователей домена. У всех остальных никаких прав нет. На всякий случай вам покажу, хотя, по-моему, уже показывал. То, что мы в линуксе делаем командами chown и chmod, мы вот здесь вот делаем в индусе на вкладке безопасность. То есть безопасность на уровне файловой системы в индусе находится вот здесь вот на этой вкладке. В линуксе это команды chown и chmod. У нас за них отвечают. Все, что мы настраиваем в самбе, это то, что мы в индусе настраиваем на вкладке общий доступ. Вот здесь вот. И у нас обычно как делается в индусе? Мы настраиваем общий доступ, всем все разрешаем, а детальную безопасность настраиваем вот здесь, на уровне файловой системы. Ну, раз уж мы здесь находимся, я покажу, что вот здесь у нас владелец в индусе находится. Здесь можно поменять владельца файловой папки, объекта файловой системы. Мы сейчас в линуксе указали на линуксовой папке в качестве прав AD админа указали мы полный доступ, семерка. Пользователям домена указали пятерку, чтение и выполнение. Сейчас в линуксе настроим для самбы уже разрешение общего доступа к этой папке по сети. Заморачиваться, я думаю, мы не станем сейчас. В следующем видео заморочимся. Открываем конфигурационный файл самбы. Идем вниз за главную букву G. И вот здесь вот внизу я предлагаю просто стереть все вот эти вот списки. Тех пользователей, которым разрешен доступ, стираем. Те пользователи, у которых есть разрешение только на чтение, стираем. И тех пользователей, у которых есть разрешение только на запись, стираем. DD, если что стирать. Двойное нажатие клавиши давать. Сейчас у нас есть просто с вами общая папка. Путь к ней. Включено наследование разрешений у родительской папки. И папка является папкой с разрешением на запись в нее. Так как никаких больше мы здесь разрешений не указали, то у нас все разрешения берутся из моей файловой системы. То есть у нас на уровне самбы сейчас разрешено всем все. А на уровне файловой системы то, что мы указали командой chown и chmode. Сохраняю я самбу. Перезаписываю. Ну, в смысле, переупускаю ее в службу. Можно, конечно, еще тест парм запустить на всякий случай. Но я думаю, ее нужно. Перезапустили и идем в Windows. Вот я на Windows сервере. Пользуется у меня AD admin на Windows сервере. Нахожу свой сервер Ubi сервер. Бывает то, что в виртуальных машинах на самом деле он вот так вот глючит. Сейчас несколько раз попереключаемся, и он нас пустит. Вот, пожалуйста, пусти. Вот папка. В папку я попал. Не могу объяснить вот этот глюк. Несколько раз пытаешься, пытаешься, стучишься, и попадает. Я грешу на VirtualBox в виртуализацию сети. Не уверен, но мало ли. Создам какой-нибудь текстовый документ. Вот, readme, допустим. И в нем наберу какой-нибудь текст. 7. Файл сохранить. Прекрасно сохранился. 1 килобайт. То есть AD admin смог у нас вот здесь вот создать файл и сохранить, записать в него и сохранить эти изменения. Теперь попробуем от другого полица, который не является AD admin, но является полица домена, тоже попасть в этот. Теперь я нахожусь на Windows клиенте. Точно так же пробую найти свой Linux сервер. Зайти в папку. Вижу, у меня есть файл share. В смысле, readme. Ну, что-нибудь в нем, не знаю, хочу нести изменения. Сотру вот так вот. И расскажу ему файл сохранить. Мне нельзя сохранить этот файл. Он просит сохранить под другим именем. Попробуем в эту же папку под другим именем. Тоже нельзя, потому что у этого пользователя есть разрешение только на чтение и запись информации из этих папок. Из моей папки shared. Он не может там ничего изменять и ничего там записывать. К слову сказать, я с этим еще не разобрался, но, несмотря на то, что у него нет этих прав, он может создавать пустые файлы. А вот уже и создавать пустые файлы он тоже не может. Прекрасно, значит я все победил с ID-шником. Я думал, у меня остался какой-то нюанс. В общем-то вот так вот. Итак, мы с вами молодцы. Мы указали диапазон, в котором мы маппим теперь пользователей и группы пользователей. После чего настроили разрешение на уровне файловой системы так, как нам было угодно, используя пользователей домена и группы из домена. В Sambi мы указали разрешение всем все, то есть не указывая никаких дополнительных параметров. После чего проверили одним доменным пользователем и другим доменным пользователям, правильно ли выдались разрешение и убедились в том, что правильно. Вообще так лучше и делать. То есть указывать разрешение на уровне файловой системы, а на уровне Sambi стараться не ограничивать. Все-таки на уровне файловой системы это надежнее работает, чем на уровне Sambi. В следующем уроке будем как раз пробовать на уровне Sambi раздавать разрешение, а на уровне файловой системы оставлять все по умолчанию. Спасибо, что смотрите. С праздником вас! Спасибо.